Итак, всем привет дорогие друзья, с вами Тутенбалд, а сегодня у нас будет ролик о сюжете и хронологии Ark Survival Evolve. Да, я знаю то, что очень много коммунити переводило записки, в основном это было англоязычной коммунити, и они пытались рассказать сюжет, но сегодня я хочу вам рассказать сюжет Ark Survival Evolve вкратце. И в этом мне поможет еще мой кореш Карос, поэтому всем приятного просмотра. И перед тем как мы начнем, хочу сказать то, что у нас будет опор на записки Хелена Уокера именно, ну Хелены, потому что в арке очень много всяких записок, которые в основном повествуют жизнь там многих народов и всего прочего, поэтому, поскольку в арке очень много записок выбрали именно Хелену, потому что она больше всего подходит для описания сюжета Ark. Поэтому будем брать ориентир именно на ее записки. Ну что ж, поехали. Остров самый первый, самый стандартный из всех ковчегов. Климат на острове спокойный и тропический. Чаще всего вам даже не придется заботиться об одежде, хотя стандартные одежды из растительных волокон никогда не повредите. Остров также самый первый ковчег, на который попали Хелена и остальные выжившие. Он крайне прост в понимании. Большая часть биомов этого ковчега – тропические леса, наполненные насекомыми и разными динозаврами, а также приятные пляжи, на которых растут пальмы и обитают самые дружелюбные из сегодня динозавров. Отличительными особенностями острова являются огромные секвойные лесы, расположенные в середине острова, состоящие из секвойных деревьев и самых разных существ. Проходя по нему, советую смотреть повыше, ведь там могут приняться сумчатые тигры, а эти животные приспособлены к тому, чтобы ловить по деревьям и напрыгивать на свою добычу сверху. Правая часть секвойного леса окружена болотами, которые наполнены пиявками, что переносит болень под названием болотная лихорадка, а также там обитают жабы, куча насекомых и сыркозухи с копразухами из семейства крокодилов. Слева от секвойного леса расположен огромный вулкан, который высшие назвали глоткой пламени. В этом вулкане расположена загадочная пещера, дверь в которую сделана с помощью использования доселе невиданных технологий. Также левая верхняя часть острова покрыта снегом. Кажется довольно странным, что вот ты отдыхаешь на пляже очереденских шагов, ты охочешься в покрытых снегом в горах. Эта климатическая аномалия позволит увидеть таких существ, как Кайруху, пингвины, которые чаще всего спокойно отдыхают на льдинах. Вы высшие даже научились приручать их и использовать как обогреватели в холодных местах этого острова. Также там водятся маунты и шерстистые носороги. Однако будьте осторожны, ведь пока вы любуетесь прекрасными снежными видами, на вас легко может напасть стая лютоволков, которые куда больше и опаснее, чем приличные всем серые волки. Остальная часть фауны острова покрыта и так всеми известными динозаврами, начиная от маленьких компосогнатов и заканчивая гигантским гиганатозавром. Хелена, попав на Айленд, сказала, «С тех пор, как я здесь оказалась, у меня появилась возможность изучать существ, которых ни один, ни другой биолог никогда даже не видел. Я всегда буду благодарна за это». Она поняла, что эта планета не имеет осевого наклона и, как следствие, смены времен года. Климат во время юрского и мелового периодов, из которых произошли многие из существ острова, был довольно однородным, поэтому наличие арктической местности – это достаточно странно. Вот я уже почти завершаю вносить последние штрихи и досьё на мамонта. Как вдруг тираннозавр начинает атаковать всё стадо. Кошмар! Тираннозавр пробирается сквозь кровавый снег. Просто бессмыслица. Как тираннозавру удается выживать в таком климате? И как появление высшего хищника не сдвинуло всю экосистему? Чем дольше я нахожусь здесь, тем больше я осознаю, что существование этого региона невозможно в принципе. Его климат не синхронизирован с остальной частью острова. Многие из обитающих здесь существ на миллионы лет обережают динозавров, а экосистема при этом почти статична. Это противоречит принципам работы любой экосистемы. Не могу поверить, потребовался тираннозавр, везящийся в снегу, чтобы я смогла узреть это. Так же так очевидно, как белый день. Если добавим сюда человеческий фактор, то станет невозможным острову продолжать существование естественным путём. Но что если природа этого острова находится под чьим-то наблюдением и как-то восстанавливается? В результате всех исследований Хелена пришла к выводу, что динозавры существуют неестественным путём, а их размножение длится в два раза быстрее. Этот остров не экосистема, это зоопарк. Мало того, животные имеют генетическую привязнь к подчинению людям. Роквелл не опровергнула её теорию. Спустя некоторое время, пробираясь по разным пещерам, находившихся на этом острове, они находили непонятные артефакты неизвестного происхождения. Вскоре выяснилось, что эти артефакты оказались ключами. На острове находилось три огромных колонны, что назвали обелисками. Эти самые обелиски были телепортами и так называемым стражем, которые не были сравнимы со всем тем, что наши герои видели ранее. Проматерь. Первый страж острова. Она является матерью всех пауков Ронео, что обитают на нём. Внешне она выглядит как огромный зелёный паук, панцирь её покрыт шипами, а во рту два острых ядовитых клыка. Это также ряды бритвенных зубов, которыми она спокойно разрежет и плоть, и сталь. Она настолько же опасна, насколько и ядовита. Она способна разбрасывать паутину, которая будет сковывать ваше движение, давая нормально двигаться. А также пиваться ядом, который способен убить даже самую стойковую из её противников. Несмотря на всё это, во время боя её дети явно не будут стоять в стороне, так что лучше готовиться к худшему. Арена Проматери напоминает ядовитые пещеры, расположенные в районе секвейного леса на острове. Вся пещера покрыта паутиной и кладками яиц. Победив Проматерь, выжившие забрали её голову в качестве трофея. Мегапитек. Второй страж острова. Мегапитек очень напоминает невероятно крупную современную гориллу с тёмно-серебицей кожей и очень длинным и густым белым мехом. Шрамы, обнажающие плоть, появляются в верхней правой части груди, передней части, правого плеча и большей части правой стороны лица. Его левый глаз красный, а правый слепой и белый. Он спокойно может раскидывать своих противников огромными и сильными лапами, настолько сильными, что он легко удирает из земли булыжники, метая их своих врагов. Арена Мегапитека является горой, покрытой снегом. К самому её центру ведёт мост, пройдя по которому вы попадёте в останки храма, в котором и находится Мегапитек, ожидая нового сражения. Для победы над Мегапитеком Мэй-Ин использовала мощь Гиганатозавра, перед которой пал даже страж. Дракон. Третий и самый опасный из всех стражей. Его тело пурпурного цвета, а его крылья окрашены в ярко-оранжевый цвет. На голове находятся рога, а пасть извергает пламя. Сила дракона невероятна. Он с лёгкостью может сжечь толпы противников своим пламенем, а после смахнуть их трупы в горячие потоки лавы с помощью своих огромных крыльев. Его ареной является вулканическая местность, наполненная реками лавы, что сильно усложняет сражение с ним. В этой битве придётся пустить все свои силы для победы. Дракон будет самым сложным из врагов, что вы встречали ранее. После уничтожения всех стражей Айланд, выжившие забрали их головы как доказательство своей силы. В середине острова, рядом с секвойным лесом, стоял огромный вулкан. Выжившие назвали его Глодка Пламени. Внутри этого вулкана находился непонятный проход. Для открытия этих врат и были использованы головы стражей. Как оказалось, стражи были лишь ключом к нечто большему. Войдя в пещеру, наша команда вышивших столкнулась с большими трудностями внутри. Внутри вулкана было очень много опасных платоядных динозавров, которые жили на острове. С боем, пробравшись сквозь огонь и в лаву, выжившие попали в непонятную пещеру, состоящую из словно переплетающихся корней. Внутри был терминал, что перенес их в невероятное место. Как говорит Хелена на этом моменте, «Я нашла это. Удивительная доказательство того, что я нахожусь на космической станции», сказала Хелена. И когда она взглянула в иллюминатор, она увидела весь остров прямиком из космоса. Это был огромный ковчег, летающий в космосе и окутанный куполом, который создавал иллюзию неба, облаков, солнца, луны и звезд. На расстоянии, окруженных неземными механизмами, висел в открытом космосе мой остров. Кроме того, он находился на орбите неизвестной мне планеты. Экосистемы этого острова не просто руководили, ее создали с нуля, с самого начала. Что это такое? Кто и для чего мог такое сотворить? Пока у меня никакой догадки по этому поводу нет, но я узнаю. Я должна найти истину. Пройдя дальше по кораблю и увидел зал с теми самыми маяками, что падали прямиком на остров вместе с полезными ресурсами, они попали в огромный зал, напоминавший арену, как оказалось, и только лишь напоминавший. Не успели они и удивиться. Этому огромному количеству таких же, как и их родной остров ковчегов, они тут же попали в большие неприятности. В середине зала, созданный словно конструктор, появился тот, кто управлял этими ковчегами. Надзиратель. В этот момент выжившие приготовились к худшему. Направший на них объект напоминал имплант, что был уживлен в каждого выжившего на этом острове. Но он казался самой большой проблемой, с которой сталкивались выжившие за всю свою жизнь. Бой начался внезапно, никто не ожидал такого, но Надзиратель немедлил. Он тут же создал буквально из воздуха целую армию, из механических существ, которые тут же напали на выживших. Яростно отбиваясь от них и борясь за жизнь, появилась новая проблема. Как оказалось, Надзиратель мог превращаться в стражей ковчегов, из-за чего наши герои вновь столкнулись с уже побежденным, единожды на обреченными на поражение вновь противниками. Бой был очень сложным. Много кто пострадал, но вот Надзиратель побежден. И не дав даже перевести дыхание выжившим, в середине зала появилась огромная программа солнечной системы. Но это не было концом. Пройдя вознесение и доказав, что они достойны, выжившие тут же попали в новый ковчег. Надзиратель финальный противник для выживших на острове, а также самый опасный, путь которому не менее опасен, чем он сам. Для того, чтобы попасть к нему, пришлось собрать головы всех трех стражей и принести их на алтарь, около входа в пещеру прямо в жерле вулкана. Путь через пещеру лежит через бой. Выжившим придется пустить в бой все, что у них есть. Путь невероятно опасен. На каждом шагу опасны динозавры, а самый конец охраняет гиганатозавр. После этого портар, расположенный в конце пещеры, ведет на корабль, являющийся центром управления для этого ковчега. Сам Надзиратель имеет форму импланта. Именно он решает, кто достоин, а кто умрет. Он проверяет умение выживших. Все, кто сможет его победить, пройдут дальше. Битву с Надзирателем будет крайне сложной. Он выпускает нейрогетические лучи, которые будут бить током все, чего касается. А также постоянно будет создавать дронов, которые будут пытаться убить своих противников, несмотря ни на что. Сам же Надзиратель не уязвим. И время от времени раскрывает свою оболочку, что позволит нанести ему урон. Во время битвы он также будет принимать образы всех трех стражей ковчега, дабы вновь представить передуришими врагов, что стояли на их пути до этого. Ариэна Надзиратель представляет из себя огромный зал с панорамным видом на остальные ковчеги и некогда великую планету Земля, которая теперь буквально вымирает на глазах этого мира. Выжженная Земля. Второй ковчег, на который попали вывершие. Большая часть выжженной земли, песчаные равнины и поля. Весь ковчег является огромной пустыней с уазицами и нестандартной для обычных пустынь фауны. А также в некоторых местах можно найти огромные залежи нефти. На самом деле это место здесь довольно интересно. Как и на других ковчегах, здесь находятся три разных обелиска. Под каждым из обелисков находится небольшой оазис. Вся карта по краям окружена дюнами, бесплодными кучами песка, в которых обитает много опасных насекомых, и велика опасность умереть от жиры, ведь там даже негде найти тень. Интересными местами здесь можно назвать мировой шрам, расположенный в левой части карты между гор и дюн. Мировой шрам выглядит как траншея, по которой протекает лава. Именно в этом месте живут в Верны, мифические существа из семейства драконов. Также среди дюн можно найти руины, большая часть которого ушла под песок. Неизвестно, что было раньше, однако теперь от него остались лишь руины. В дюнок также можно найти огромную арену в виде Колизея. Неизвестно, кем она была построена и для чего предназначалась. Однако на этой арене можно увидеть статуи Монтикоры. Также здесь происходят разные климатические явления. Дождь, казалось бы, обычный, но крайне ценный в этих местах. Аномальная жара, в которой вам стоило бы запастись водой, а также попытаться не слоить солнечный удар. Гроза. Крайне странное явление, так как происходит оно без дождя. А сама же гроза выводит из строя все электричество, а также ломает огнестрельное оружие. Ну а песчаные бури крайне сильно усложнят ваше путешествие. Для выживания этот ковчег куда более сложный, чем остров. Тут придется постараться, чтобы выжить. Ведь теперь вас могут убить не только дикие существа, но и климатические условия на пару с нехваткой воды. Большая часть флоры этого ковчега – это пальмы, деревья, сухая трава, кактусы и разнообразные цветы. Фауна же обладает большим разнообразием. Вместе с некоторыми видами существ, которых можно было встретить на острове, тут обитают те, кого можно было увидеть только в мифах и легендах. Пасы ящерицы, огромные каменные лимтали, маскирующиеся под булыжники в горах, гигантские черви смерти, что обитают в дюнах, нападая на свою жертву из-под песка, а также мифические виверны – трех видов, которые способны дышать ядовитым газом, ярким пламенем и чистой плазмой. Однако не все, что тебя убивает, не может тебе помочь. Высшие научились сделать одежду, которая способна спасти в жарких условиях и приручать разных животных, вроде марилатопсов, которые помогут выжить в пустыне, сохраняя воду в своих горбах, или огромных виверн, способных уничтожать толпы своим дыханием. Стражем же ковчега здесь является огромная мантикора, существо из мифов с тялом льва и рогами на голове, гигантскими крыльями и хвостом скорпиона. Бой с ней сложный, ведь она может не только кусаться и бисовыми ковтистыми лапами, но также стрелять усыпляющим ядом и бисовым жалом на хвосте. Арена мантикора выглядит как каньон с руинами древних домов и других построек. После вознесения Хелена попала на выжженную землю. Ее слова, если бы я оказалась здесь вместо того острова, я бы никогда и не подумала, что экосистема имеет естественное происхождение ни секунды. Возьмите хотя бы этих марилатопсов. Они являются чем-то средним между цератопсами, мариладоном и верблюдом. Какая из этих частей более странная? В его горбах есть место, где можно закрепить патрубок и получить чистую питьевую воду. Определённый результат генной инженерии. Но я этого и так знал, верно? Пришло время перейти к... почему? Возможно, изучение существ здесь с моей новой точки зрения даст некоторое представление. Позже оно встретилось с Рокву. Не думаю, что Рокву много спал. Я проснулась прошлой ночью и нашла его, изучающим, странный кусок металла в огне. Думаю, какое-то племя подарило его ему. Наряду с очень знакомым артефактом. Когда мы упомянули артефакт стража, Валли сказала, что мы можем покинуть эту станцию в любое время. Я тоже так считаю. Рокву не терпится уйти, и я, как бы мне не нравилась Валли, сытопогорло этим песком. Транспортер, который может перенести нас обратно к центру управления, находится в руинах другого города, к югу от гор. Валли считает, что он был уничтожен обелисками, точно так же, как город на юго-востоке. Я не выжимал из нее детали, не то, чтобы у меня это получилось. Валли меньше всего распространялась о тех руинах. Мне пришлось практически умолять ее отвезти меня в юго-восточный город. И пока мы были там, она провела большую часть своего времени, просто глядя вдаль. Проводив нас взглядом через руины, убедившись, что мы благополучно добрались до платформы, Валли ушла. Мне было грустно видеть, как она уходила, сделаясь так много для меня. По крайней мере, я застыла ее улыбнуться, прежде чем она ушла. Набирация Набирация – самый удивительный и странный из всех ковчегов. Он был назван не просто так. В результате неизвестного происшествия одна из трех колонн, которые поддерживали купол этого ковчега, была сломана. Из-за этого ковчег попал под воздействие космических солнечных лучей, уничтоживших всю его поверхность. Однако, в результате этого под землей образовалась новая жизнь. Теперь там находятся пышные биомы, наполненные удивительными видами. Этот ковчег разделен на три зала, а также несколькими выходами на поверхность. Самый наименее опасный из трех залов – плодородный. Это стартовый зал. Он представляет из себя грибные леса и реку, протекающую по большей части этого зала. Он разделен на несколько особых мест. Первое – это порталы. Три кольца – красного, зеленого и синего цветов, расположены в огромном зале. Пройдя дальше, можно попасть в проход, похожий на мост. Второе же место – огромное озеро, расположенное в левой части карты. Вода из этого озера протекает по всей аберрации. Само же это место относительно безопасно, однако рядом с водой обитает большое количество кархиносов и спинозавров, что может сильно усложнить вашу жизнь. В середине этого зала расположен небольшой секвойный лес, окруженный болотом. Большая его часть – это река, проливающаяся по нему, в которой можно встретить много опасных существ. Второй зал – биолемисцетный. Он полностью покрыт мраком, однако биолемисцетное свечение листьев деревьев, шляпы грибов и воды в этом зале делает без него подобие ночного города, свечение флоры вместо неоновых вывесок, огромное количество опасных существ вместо толк народа и, конечно же, верный друг в виде лампадога, который спасет от местных бандитов в виде безымянных. В этом биоме посередине находится огромное дерево, покрытое камнями, корни которого протягиваются по большей части этого зала, а также огромное озеро, вода в которое впадает из рек плодородного зала. Остальная часть этого биома довольно скучна и выглядит как водные пещеры, а пройдя дальше, можно попасть в третий зал. Третий и самый опасный зал – это элементный зал. В нем почти нет растений, только камни и розовые реки элементов. Из-за большой концентрации элементов в этом зале, атмосфера в нем стала крайне радиоактивна. Если сунуться туда без костюма и химзащиты, то легко можно получить облучение радиации, что, скорее всего, придет к смерти. В этом зале на вас также сверху все могут топать безымянные, однако плыка выходит со скучным светом, на вас может налететь стаи искателей, существ, которые похожи на яичных мышей, однако их рот круглый, зубами по бокам и с ущущающими щупальцами. Каким-то образом эти существа привлекаются светом, поглощая который, они получают подобие щита, и также способны приваться в противников плазмы. Этот зал совершенно непригоден для того, чтобы в нем жить. А также в нем можно найти огромные стальные обломки, а построек, которые были здесь ранее, и спуск в самые глубины. Самая глубокая точка этого зала и всего ковчега находится именно здесь. Это дыра, путь которой можно легко найти по огромному стальному строению, похожему на позвоночник. Он ведет самую глубь из этой дыры, приводя нас к терминалу, расположенному ниже, и пещерам, которые являются гнездами скальных дрейков. Это место было именовано Могилой Потерянных. Именно здесь расположены гнезды дрейков и терминал, который ведет вас к стражу этого ковчега. Именно безымянные являются самым большой проблемой, которой лишен лишь благородный золотого ковчега. Опасные существа, которые нападают из-под земли, так как их лапы прекрасно раскапывают даже самую твердую порогу. Хоть это и безымянные существа неизвестного происхождения, однако ясно одно – они всегда охотятся в стае, а также их кожа крайне тверда, поэтому все равно сосними в темноте практически бессмысленны. Однако, ее может помочь сверхчить свет, который испускается от очки, что летают практически везде, а также такие существа, как вам подобно. Также по неясным причинам вместе с безымянными есть и жнецы. Мерзкие существа, которые обладают такой же броней, как и безымянные, однако совершенно не похожи на них и имеют в гораздо большие размеры. Непонятно, кто они такие, почему они с безымянными. Возможно, они являются существа из одного семейства, а возможно еще что-то там. А так они представляют куда больше опасности, чем другие существа на этом ковчеге. Несмотря на то, что этот ковчег по праву можно назвать самым опасным, даже здесь люди смогли приспособиться к выживанию. Местные самоцветия трех цветов – зеленый, синий и красный, расположены в соответствующих золах. Можно использовать для создания их брони, снаряжение для помелонирования, альпинистских киров и так далее. Также, даже к существам здесь выжившие нашли свой подход. Например, к опустошителям, которые крайне опасны, хотя охотятся в стае, а также имеют как и боевые навыки, так и прекрасные навыки, позволяющие быстро и безопасно передвигаться по ковчегу. Или даже к огромным крабам, к аркиносам, которые становятся отличным в дополнение к вашей армии. Ведь их панцирь очень крепкий, а клешни особо сильные и огромные, что он может буквально кидать своих врагов. А самые безумные могут попробовать приучить смертоносного льняца, хотя вероятности успеха этой идеи крайне мало. Прибыв на аберрацию, Хелена была в восторге. Черт возьми, это странное место. Не поймите меня неправильно, оно тоже увлекательно. Такое изобилие подземной флоры совершенно неслыханно. И поскольку многие растения здесь светятся в темноте, весь лес имеет жуткую красоту. Мы должны были вернуться на остров. Там нас знают. Возможно, они оказали бы помощь и дали припасы. Роквелл не хотел этого слышать, а я не собиралась позволять ему приходить сюда одному. Позже Хелена встретилась с искателями. Искатели вернулись. У меня не было огневой мощи, чтобы бороться с ними. К счастью, кое-кто пришел мне на помощь. Это было невероятно. Я никогда не видел, чтобы человек двигался так быстро. Еще одна секунда, и я была бы мертва. Но тут кто-то в сияющих серебряных доспехах прорвался сквозь этих существ, как будто они игрушечные. Одного ударило так сильно, что его размазало по полу в пещере. Будто сверхчеловек-спаситель недостаточно меня шокировал. Когда он поднял свой косырек, я увидел знакомое лицо. Это была Мэй Инь. Мне потребовалась хорошая минута, чтобы составить всю картину воедино. Должно быть, я выглядел полной дурой, потому что, клянусь, она чуть не засмеялась. По крайней мере, я жива. И теперь я могу остаться с ней. Она также познакомила нас с некоторыми из своих новых союзников в её лагере. Просто безумие. Они из будущего. Ну, моего будущего, во всяком случае. Всё сходится, не правда ли? Я никогда раньше не встречал никого из будущего, но Мэй Инь и Роклова из моего прошлого. И технологий здесь выше всего моего настоящего. Очевидно, что текущий год далеко за пределами 2008 года. Насколько? Позже они решили собраться осмотреть обелиски, зная, что выходить на поверхность опасно. Вчера мы отправились вместе с Мэй Инь и экспертом по компьютерам в очках по имени Сатьяга. Именно он будет исследовать обелиск. Он утверждает, что может взломать его терминал. Он готовится высвободить энергию обелисков, как я подозреваю, и говорит, что может перенаправить её. Роклова остался в деревне. Он стал помогать местным учёным в их исследованиях с тех пор, как мы приехали. Он стал довольно поглощён этим. Он в каждом втором предложении говорит о кровавом металле, который он назвал в честь себя. Это немного беспокоит меня, но, к счастью, Диана сказала, что присмотрит за ним. Я не могу тратить время на беспокойство за Роклова. Судьба всего поселения может зависеть от этой экспедиции. Вперёд! Елена! Ты сможешь! Мы поделились своими находками с деревней по радио. Анализ Сантьяго подтвердил мои подозрения. Обелиски крайне нестабильны. Они могут быть в нескольких днях от реакции. Однако, Сантьяго поднял хороший вопрос. Даже если прекратят строить гигантский телепорт, мы не можем сказать точно, что это успокоит обелиски. Возможно, будет слишком поздно отговаривать станцию от уничтожения большого поселения людей. Единственный способ обеспечить наше выживание это отключить обелиски. Я не могу в это поверить. Мы действительно сделали это. Мы забрались внутрь станции. Здесь есть платформа, к которой Сантьяго смог подключиться. Возможно, её использовали во время строительства станции. Архитектура здесь похожа на архитектуру центра управления, с которым я столкнулся раньше. Зубчатая пещера из металла, освещенная неземным синим свечением. Пробираясь вглубь станции, мы прошли через огромную камеру. Она была настолько обширной, что я не могла увидеть её дно с моста, на котором мы были. Тем не менее, она не была пустой. От стены до стены она была заполнена пробирками с образцами, каждый из которых были существа зародышей или яйцем. По голограммам, которые я видел в центре управления острова, я знал, что каждая станция создаёт своих существ. Я никогда не видел, где на самом деле это происходит. С тех пор, как я увидел эти странные голограммы в центре управления острова, я лелеяла своей душе эту возможность. Но я не была готова. Не прямо так. Комната, в которой мы находились, была похожа на то, что с существами, хоть и намного меньше. Пробирки выстроились вдоль стен аккуратными рядами и колоннами. Но все они принадлежали одному виду – хомосапиенс. Они не были клонами, точно, по крайней мере, не друг друга. Каждый из них был уникальным. И все они были взрослыми. Это значит, что все мои воспоминания трансплантация, подделка? Нет, невозможно. Они слишком яркие, слишком детализованные. Может быть, каким-то образом станция сможет вернуться назад во времени и просто копировать кого-то? Комната человеческих образцов давила на всех. Я думаю, что больше всех на мои. Она стала совершенно молчаливой, тащилась за Сантьяго, как бронированные зомби. Мы наконец-то нашли ее. Это должно быть комната управления обелиском. К счастью, консоли здесь похожи на те в центре управления, которые я использовал раньше. Поэтому я смогла помочь Сантьяго начать работу. Он только что сказал, что взломал его. Это мы и так услышали. Раздался громкий гул. О, это рев, много рева. Тогда пришло время бежать. Я закончу позже. Как только Сантьяго закончил захват обелиска, станция выпустила орду существ в целях самообороны. Поэтому мы взорвали управление и бежали как от ада. Можно сказать, я стал более воодушевленный. Мы спасли деревню. Я подтвердил истинную природу этих космических станций. И когда строительство большого телепорта будет завершено, мы сможем избежать этого безумия. Мы связались с поселением, чтобы сказать им, что нам это удалось. Они были намного более взволнованы, чем мы думали. Слышно было довольно хрипло аплодисменты, аплодисменты. Сантьяго чуть не уронил радио из рук. Мы получили еще один звонок из поселения. Но это уже был не праздничный звонок. На самом деле, насколько мы можем судить, это был сигнал бедствия. Сантьяго не смог полностью очистить сигнал. Мы услышали голос Дианы, панику, и что-то кто-то упомянул Роквелла. Если что-то случится с Роквеллом, я не могу не чувствовать себя виноватой, что пренебрегла им. К черту все, мы должны поторопиться. Я боялся, что мы опоздаем, но я не ожидал, что большое поселение будет так опустошено. Повсюду были тела и обломки. Вдалеке я смогла разглядеть виновника, колоссальную фиолетовую фигуру, исчезавшую в глубине пещеры. Мы мчались, чтобы найти Диану, но к этому времени, как мы прибыли, мы ничего не смогли сделать. Она умерла от ран на руках Мэйин, все еще улыбаясь. Тем не менее, прежде чем она умерла, она смогла рассказать нам личность монстра, который сделал этого. Его звали Эдмунд Роквелл. Я догнала Мэйин и Роквелл, когда они были в самом разгаре битвы возле текущих рек магмы в самой глубокой части пещер. К этому времени Роквелл превратился в огромного монстра, бросающего молотящие щупальца. Мне нужен был только один взгляд на это отвратительное, деформированное лицо, прежде чем я решилась стрелять. Я стреляла, пока палец на спусковом крючке не онемел, и с ним вместе смогли разделить его внимание. Хоть на каждом ковчеге есть страдовый смотритель, этот является исключением. Так как бывший смотритель был уничтожен, Роквелл занял его место, и теперь он буквально управляет ковчегом. Роквелл является главным противником выживших на нем, победа над ним не будет легкой. Сам Роквелл муссировал настолько сильный, что теперь от него не осталось ничего человеческого, тело его стало огромным и непропорциональным. Его конечно заменились гигантскими щупальцами, а от бывшей физиономии осталась лишь гримаса ярости немалую часть арены, а также он может создавать шары жидкого элемента и метать их выживших. Несмотря на это, ему также будут помогать безымянные ежницы, а победить его можно будет лишь нанеся такие сильные раны, дабы его грудь раскрылась и обнажать сердце, которое является его единственным слабым местом. Ариен Жироквелл напоминает пещеру, в которой течет жидкий элемент, а в не посередине находится он сам. Сэру Эдмонту Роквеллу, знай, что я предпочитаю помнить тебя не как монстра, который ты был в последние мгновения, не как скрытного одержимого человека, которым ты стал после того, как я нашвател в пустыне. Тогда я должна была видеть эти знаки. Если бы я знала про это, то возможно мне бы не пришлось отмечать эту пустую могилу. Это могила человека, которым ты был, и человека, которого я буду помнить. Он был человеком, с которым я разговаривал и смеялась за чьем-то поздней ночи, и человеком, который предлагал мне припасы и коня без раздумий. Он был ученым и джентльменом. Где бы ты ни был, человек. Я надеюсь, что он покоится с миром. Ваш друг всегда Хелена Локер. После всего они покинули операцию, уходя в телепорт. Планета Земля дом для всех людей в этом мире. Она развивалась все время, начиная с самого образования вселенной. Теперь же она медленно умирает от заражения, убивающие все живое, что живет на ней. Вся карта вымирания представляет из себя пустоши наполнены зараженными. В этот раз выживших ждет финальный тест, в котором мы их готовили все это время. Земля умирает, а заражение не думает о становице. Теперь нам надо справиться с ним. Но как? Самое главное место на карте святилище, огромный город, в котором вероятно ранее жили люди. Весь город построен с использованием технологий. Теперь же это останки было увеличивая человечество. От парки, пруды, фонтаны и тому подобные сооружения. По всему городу ходят по большей части не агрессивные существа, так как несмотря ни на что, машины, что создали люди, все еще обороняют город. Шарообразные роботы, которые помогали надзирать своих сражений, теперь патрулируют город и уничтожают все, что нападет на них. Лишь же то, на чем были обнаружены следы заражения. Маленькие быстрые летающие дроны, что были названы скаутами, летают по городу и обнаруживают потенциальные угрозы. Также город патрулирует машиной под названием Enforcer, ведь существа, явно разрабатывающиеся для быстрого уничтожения цели, теперь блуждают по городу, их передние конечности оборудованы так когтями, которые созданы для быстрого разрезания цели на части. А также их когти в особенности легко разрезают зараженную в плоть, что делает их опасными противниками для зараженных. А их навык позволяющий легко ладать по стенам и телепортироваться на приличные расстояния позволяет ему легко сократить расстояние с целью и уничтожить ее. Также на всей карте можно найти прототипы ковчегов. Два из них все еще стоят. Один полностью пустын, и вероятно это был прототип выжженной земли, так как под его куполом живет большая часть существ, которые предназначались для нее. А также там найти можно велонозавра. Достаточно священного, что обитающий в этой пустыне уникальный вид динозавра выращивает кактусы прямо на своем лице. Но несмотря на этот смешный факт, даже то, что вы держитесь от него подальше, вам возможно не поможет. Ведь на голове велонозавра есть подобие жабо, напоминающего уделофазаров, однако полностью покрытые шипами, которыми велонозавр может стрелять прямо в вас. Поверьте, кучи но вбивающиеся на гром скорости вашу кожу не самое приятное чувство. Второй же ковшик полностью покрыт снегом. Этот прототип зимнего биома с острова обладает люто-холодным климатом, опасными валюты волками, мамонтами, а также двумя необычными видами существ, одним из которых являются снежные совы. По размеру эти птицы напоминают аргентальцы, однако в отличие от них когти этих сов могут выделить химическое вещество, которое быстро замерзает. Они также способны выпускать это вещество в виде белого облаха, замораживая своих врагов и превращая их в виденные скульптуры. А также каким-то образом через антенны расположенные на голове этих сов можно получить возможность посмотреть их глазами. Санки могут использовать этот тепловизор в своих целях. А вторым же из существ, обитающих по синеральным комполам, являются моногармы. Эти существа виды драконис аургалиус напрямую связаны с драконис обскром скальными дрэками. Однако в отличие от дрэков, моногармы привыкли использовать более взрывной метод сражения. В середине задних лап моногарма расположены кратеры салендистической формы, образующие собой камеру сгорания, заполняя их взрывоопасным газом и вспоменяя его, он буквально образует небольшой взрыв, толкающий его в небо. Таким образом моногарм способен скакать в небе и создавать меньший ожог этих камер для того, чтобы зависать в воздухе. Также у него крайне холодное дыхание, из-за чего он может замораживать своих врагов ледяным лучом, а после врываться от них и разбирать. ЖК вщек не был настолько удачным и в результате недостанья инцидента он оказался под землей. Хоть здесь нет практически ничего особенного, здесь обитают необычные существа по имени гача. Эти существа способны пожирать все, что видят, а на их спинах время от времени образуются кристаллы, неизвестным образом разрывая которые можно найти крайне ценные материалы. Остальная же часть карты это Пусаж. Все в ней было уничтожено заражением и метеоритными дождями, которые теперь бомбят все, кроме ковчегов и святилища, ведь их купол вполне удачно отражает метеорит. Однако даже здесь есть некоторые интересные места вроде серных полей в горячих источниках находящихся там, я бы не советовал принимать ванну, если вы конечно хотите получить кислотный ожог. Огромные озера не все расположены в нижней части карты, ребра огромного существа, а также запретная зона. Именно это место полностью кишит заражением и самыми опасными зараженных существами. Оно является центром всего заражения. Возможно что пробравшись сюда можно найти корень проблемы. Одним из главных противников выживших будут титаны. Огромные существа способные крушить все. Пустынный титан первый из них. Огромное летающее существо похожее на скатер. Главными его способностями являются его стаи из маленьких существ, которые способны сметать все словно саранчак. А также умение вызывать молнию для удара в определенное место. Второй ледяной титан огромное четвероногое существо с белым мехом и рогами которые похожи на рога снятного барана. А посередине находится огромный рог покрытый льдом. Он способен крушить врагов своими лапами, а также достаточно хорошо прыгать вызывая практически землетрясения. Его ледяное дыхание способно легко заморозить любого. Лесной титан огромный древень. Он является самым медленным из всех титанов, однако способен становиться настолько твердым, что практически становится бессмертным. Он может хватать жертв своими корнями и топтать их огромными ногами. Каждый из этих титанов находятся соответствующие мбионы, а также на их телах обнаружено заражение. Вместо убийства титана можно попробовать уничтожить заражение на узеле. Это заставит заражение потерять контроль над разумом титанов. Таким образом выжившие могут приручить их для победы над их бывшим победителем. Самым главным врагом не только для человеческого но и для всего мира является король титанов. Пришло время разобраться с главной проблемой раз и навсегда. Король титанов имеет толстую чешуйчатую кожу и стыд с горленом положении. У него есть слой спинных шипов размером с гуру, который образует изогнутую форму на спине. У него два больших голубых глаза на передней части головы, а также нос, похожий на человеческий череп. Десна и его рта усеивают несколько острых зубов. Хороший пара спускается по его спине к крокодилем у хвосту, а на каждой руке по четыре пальца с острыми когтями. По всему его силу течет порча. Главного врага этого мира будет невозможно проведить для всех выживших. Он способен легко сметать все, призывать топа зараженных, вызывать метеоритные дожди, а также исцеляться от элементов. Для сражения с ним вам подойдут лишь те, расповедить его, а также для победы над ним вам придется использовать мега-меху. Пускай он и только прототип, но раз во время миссии по спасению человечества мы можем выбирать? Хелена была в шоке от увиденного на земле. Вещи здесь настолько непостижимы, что некоторые люди думают, что раньше было безопаснее. Честно говоря, они могут быть правы. Возможно поэтому мы и были в ловушке на этих станциях в начале. Трудно поверить, что это на самом деле земля, но доказательства представленные Сантьяго неоспоримы. Недостаток ночи сбивает столб, если только вы действительно не наслаждаетесь апокалипсическими событиями. Могло ли вращение земли замедлиться или, что еще хуже, полностью остановиться? Нет, это бред. Если бы атмосфера вышла из-под контроля, все эти заброшенные здания были бы уничтожены ветром, и эти гигантские существа никогда не выжили бы в изменяющемся океанах, экстремальных температурах и ослабленном магнитном поле. И все же, если бы все эти космические станции над нами могли каким-то образом образовать магнитные барьеры, восстановить атмосферу, хотя, это просто догадки. Может быть, станции это настоящая цель, или, может быть, они и стоят за этим беспорядком. «Какова бы ни была правда, я должна ее найти. Нет ничего такого, ни одного монстра, что бы могло раздавить меня сильнее, чем мои мысли». Сантьяго разработал мехов. Строение этих машин Сантьяго великолепно. Каким-то образом он упростил контроль, так что даже такой неуклюжий биолог, как я, может двигать этими большими парнями, как будто они наше собственное тело. Я пилотирую робота. Честно говоря, я полностью потеряла контроль над своей жизнью. Я сегодня разговаривал с Сантьяго, я имею в виду настоящий разговор, а не саркастический степ. Это его любимый способ общения. Я была очень удивлена. Я не думал, что у него был выключатель сарказма. Он думал о камерах клонирования, которые мы нашли на станции. Мы клоны реальных людей? Если да, то несем ли мы ответственность за их действия? И какой в этом был смысл? Все эти вопросы и задавал о себе, но редко я имел возможность их обсудить. Почему мне всегда кажется, что все жертвуют ради меня? Роквелл, Мэйинь, Райя, Диана и теперь Сантьяго. Незадолго до того, как мы смогли завершить включение мехов, толпы зараженных атаковали нас большим количеством. Только одна из машин была в рабочем состоянии, поэтому Сантьяго использовал ее, чтобы отвезти их подальше. К тому времени, когда Мэйинь и мне удалось включить наши костюмы и помочь ему, он ушел. Больше не было никаких признаков того, что он жив. Я никогда не забуду тебя, Сантьяго. С инструментами, которые вы дали нам, я найду правду. Тогда у меня будут те ответы, которые вы искали. Я обещаю. Мунтантные существа в этой пустуши могут быть настолько же злобными, насколько и игротекстными. Насколько игротекстными, но до сих пор нам удавалось отбиваться от них мегах. было несколько тревожных звоночков, и это беспокоит меня. Немного поработав, мы сможем запеленговать источник сигнала. Я не уверен, что именно мы там найдем, но если есть хоть малейший шанс, что это связано с этими космическими станциями, или с тем, что случилось с планетой, в любом случае мы должны это исследовать. Я думаю, что это та искра, которая нам нужна, чтобы поднять всем настроение. Мы на шаг ближе. Вблизи это место создаёт ещё более гигантское и дурное предчувствие. Если архитекторы пытались вселить надвигающееся чувство страха своих посетителей, то молодцы, они справились на все сто процентов. На самом чтобы мы приехали сюда и теперь даже я боюсь заходить внутрь. Это немного смущает, не так ли? Ну, нет смысла откладывать это. Вход слишком мал для мехов, а это значит, что нам придётся пройтись пешком в течение нескольких дней. Конечно, мы могли бы разгадать больше загадок, если бы разделились, но учитывая эстетику здания и мои элементарные знания о фильмах ужасов, я категорически была против. Ладно, проехали, давайте посмотрим, что мы сможем найти. В этом месте тёмная красота, технология, которую мы нашли, до сих пор выходит за рамки даже наших мехов или бронетек. Всё здесь упорядочно в ряды, тихо гудящее и пульсирующее жутким светом. С точки зрения организации это выглядит почти как библиотека или северная комната. На самом деле это именно то, что я подозреваю архив, другими словами, мои инстинкты были правы. Здесь мы наконец-то раскроем все тайны, которые мы пытались разгадать, я надеюсь на это. Если цивилизация, создававшая эти космические станции, хранила свои знания в этих залах, секреты всего, через что мы прошли, должны лежать где-то внутри. Всё, что нам нужно сделать сейчас, это найти способ получить к ним доступ. Наконец-то, нам удалось заставить терминал работать, и это всё. Я почти не могу в это поверить, но я наконец-то нашла это, тайны этих станций, причина, по которой мы вообще существуем. Здесь всё это разложено по порядку. Здесь мы узнали, что эти космические станции представляют собой специально разработанные биокупола, называемые Аркс. Их назначение звучит как спасательные ковчеги. Что бы ни случилось с землей, будь то технологии, основанные на этих элементах, как подозревал Сантьяго, или что-то ещё, эти арки были созданы для того, чтобы сохранить и культивировать жизнь во всех формах, фауне, флоре, и, конечно, человеке в безопасности от травленной поверхности планеты. Но что-то пошло не так. Здесь есть множество ошибок, может быть, поэтому они превратились в такие смертельные ловушки. В этом всём должен быть смысл. Мне нужно время, чтобы всё изучить. Вините, если я кажусь сумасшедшей, я расшифровываю информацию, которую мы нашли уже второй день подряд. Наплевать на сон, я спешу изучить данные. Итак, я упоминал этот протокол возвращения, по-видимому, это, конечно, предназначение для арков. Они должны вернуться на планету, и когда они это сделают, вся жизнь, которую они выращивают, будет распространяться по всей поверхности. Теоретически это может снова сделать землю пригодной для жизни. Вот тут и проявляются ошибки. Протокол возвращения никогда не инициализируется. Я не могу понять, почему. Он просто говорит, что условия не были выполнены. черт возьми, этого не может быть. Все ответы здесь, но неужели мы взаимодействуем с единственным работающим терминалом? Я должна найти еще доступ к архивам. Может быть, этот артефакт, который упоминала Мэйинь, она сказала, что он пульсирует какой-то энергии, поэтому вероятно имеет силу. Я попрошу ее показать мне, где это. еще до того, как Мэйинь показала мне, что она нашла, я знал, что меня ждет нечто странное, но я не думал, что настолько. Когда я протянул руку, чтобы прикоснуться к артефакту, который она нашла, я почувствовал, как моя рука была захвачена гравитационным притяжением, я не смогла удержаться от прикосновения к нему. После этого некоторые детали становятся неясными, но следующее, что я узнал артефакт исчез. Вместо этого я смотрел на очаровательный объект в форме ромба, призму сырой космической энергии. У меня не было возможности изучать ее дальше, потому что Мэйинь конфисковала ее в целях моей же собственной безопасности. Я думаю, что не могу винить ее за осторожность, но я в порядке, в самом деле. Конечно, моя голова раскалывается и по моему телу все еще пробегает покалывание, но я физически не травмирована. Каким-то образом я должна убедить ее позволить мне изучить эту призму. Просто когда я прикоснулся к артефакту, я что-то почувствовал, увидел что-то, мне нужно понять, что именно. Предположение о том, что у меня галлюцинации доой, призма просто очаровательна. Она похожа на одну из жестких и легких конструкций Сантьяго, но кажется мне более прокачан. Сначала я подозревал, что она была из элемента, но теперь начинаю думать, что это маловероятно. Тем не менее, я точно могу описать ее форму. Почему-то призма имеет тот же размер и профиль, что и прорезь в центре наших научных имплантов. Да-да, это может показаться очевидно, но я была настолько отличена всем остальным, что никогда не замечала. Так какое предназначение у этой призмы? Я должна просто вставить ее в имплант, как диск с данными? Боже, что если эти образы это все? Я прошла через все эти неприятности просто чтобы увидеть праздничный фотоальбом семьи киборгов? Подождите, давайте сфотографируемся еще раз. Мама закрыла свои оптические линзы. Я шучу, но если она будет просто чем-то обыденным, если она не даст ответов, что я тогда буду делать? После изучения призмы в течение всего этого времени я уверен только в одном. Если я вставлю ее свой имплант, что-то изменится навсегда. Я изменюсь, наверное, а может и нет. Кто сказал, что я переживу этот опыт? В любом случае, я думаю, что это то, чего она хочет от меня и хочет это срочно. И я все еще хочу ответы, но я все еще вижу мутировавший облик Хрокова и слышу слова Маинь. Это то, что он чувствовал к концу? Ну, я не буду повторять его ошибки. Маинь, Райя, Сантьяга и все остальные, кто помог мне попасть сюда, убедились в том, я использую призму только в том случае, если я буду уверен, что это не повредит людям, о которых я забочусь, если это означает, что никогда не узнаешь абсолютную правду в арк. Быть по всему. Это сработало. Призма сработала, но я колебалась. Теперь нас только двое. Только двое, все остальные мертвы, все остальные. Я тоже умираю, так ли это? Вот почему я продолжаю видеть гробницу. Могила снова и снова. Могила, трон и лестница. Лестница. Я вижу это еще раз. Я все еще поднимаюсь над облаками и в звезды. Я думаю, что вижу конец. Но когда я пытаюсь схватить следующую ступеньку, моя рука превращается в пыль. Я пытаюсь кричать, но не издаю ни звука. Я исчезаю. Я вижу их лица. Рокул, Райя, Диана, Сантьягом и я тянусь к ним. Я должна найти желаемое. Должно быть что-то, что я могу понять. Что-нибудь. Могила, могила. Прости, Мэй, мне жаль. Теперь весь этот груз лежит на твоих плечах. Там нет никого, кто может помочь нести это. Могила, трон, ты должна достичь этого. Ты должна отвезти меня туда, к могиле вознесения. Я могу показать путь, но ты должна идти по нему в одиночку. Я бы хотел, чтобы это было не так. Я хотел бы дать тебе крылья, но я верю в твое сердце, поэтому верь в мое. Последний раз мне нужно, чтобы ты верила. Пожалуйста, пожа... Итак, друзья, хочу сказать заключение, то, что исходя из всех этих записок, арки были созданы человеком в целях восстановления жизни на земле. Из-за какой-то непонятной причины земля была подвергнута в хаос. Скорее всего, из-за того, что элемент стал нестабильный и люди просто не смогли его контролировать и последнее, что они сделали, это они создали эти ковчеги, но тоже по сбой программы ковчеги заработать не смогли. Соответственно, дальше на карте Extinction, когда мы проходим главного босса Альфа Короля Титанов, появляется Хелена Голограмма ее, ну вот это уже божественная ее частица, ее возвышение, можно сказать, она вместе с нами возвращает эти все арки на землю, продолжает программа. Получается то, что сюжет арка продолжаем именно мы, то есть мы возвращаем арки на землю и земля восстанавливается. Потом мы отправляемся в симуляцию Genesis, ищем там ошибку, которую сделал тот же Роквелл и после прохождения симуляции Genesis мы узнаем то, что мы это все время оказывается уже отправились на какой-то колониальный корабль. А что же произойдет на этом колониальном корабле мы узнаем когда выйдет Genesis Part 2. Ну Genesis часть вторая, поэтому ждем, надеемся то, что там нам все расскажут и мы узнаем на каком основании у нас будет еще выходить игра Ark 2, потому что посмотрев трейлер я понял то, что там ничего не понятно, там совершенно другое место, даже не земля, но надеюсь то, что мы это узнаем после выхода части второй Genesis Ну что ж, с вами был тут Tempout, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи и всем пока! Выжженная земля, второй ковчег, на который попали вывеши, большая часть выжженной земли, песчаные равнины и поля, весь ковчег является огромной пустыней, с аазисами, горами и нестандартной для обычных пустынь фауны, а также в некоторых местах можно найти огромные залежи нефти. На самом деле эта местность довольно интересна, как и на других ковчегах здесь находится Аберация, самый удивительный из страны всех ковчегов. Он был назван не просто так, в результате неизвестного происшествия одна из трех колонн, которые поддерживали купол этого ковчега, была сломана, из-за этого ковчег подпал под воздействие космических солнечных лучей, уничтоживших всю его поверхность. Однако в результате этого под землей образовалась новая жизнь, теперь там находятся пышные биомы наполненные удивительными видами и остальными блять нихуя. Это элементный зал, в нем почти нет растений, только камни и розовые реки элемента. Из-за большей концентрации элемента в этом зале атмосфера в нем стала крайне радиоактивна, если сунуться туда без костюма химзащиты, то легко можно получить облучение радиации, что скорее всего приведет к смерти. В этом на вас так же слегка что блять я написал тут?